В одни сомнений и тягостных раздумий о судьбах моей многострадальной Родины одна у меня есть опора. Это инстаграм Федеральной службы исполнения наказаний и его многочисленных управлений. Не могу молчать. Делиться надо. Делюсь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В исправительной колонии номер один Паризанской области для осужденных провели интеллектуальную викторину – правовой сундучок. В конкурсах участвовали две команды – правоведы и адвокаты. Дальше только цитаты. Осужденные угадывали портреты знаменитых исторических деятелей. Игрокам предстояло вспомнить знаменитые советские кинокартины и назвать их главных героев. Мурманск. Младший инспектор отдела охраны исправительной колонии участвует в выставке «Мир глазами денег». Еврейская автономная область. Здесь прошел турнир по хоккею с мячом на валенках. Так там написано. Встретились шесть команд. И в Новосибирске был такой турнир. Но там хоккей не на, а в валенках. Видимо, с этим валеночным хоккеем, как с Украиной, в или на – вопрос не предлога, а предлог для всего остального. Еще в Новосибирске. Где среди осужденных провели турнир по метанию валенка. В рамках пропаганды «Здоровый образ жизни» не просто так. Состязание прошло в непринужденной атмосфере. Дух спортивного соперничества и шутки не оставляли на всем протяжении турнира наших участников. Высокий стиль. И снова Новосибирск. Здесь в К-14 среди осужденных проведен конкурс профессионального швейного мастерства. Зимний марафон. Участники соревновались в сборке изделия «Вкладыш в калуши». Приготовьтесь. Шедевр из Коми. Здесь в женской исправительной колонии прошел конкурс преображений. Зонушка. Во ФСИН вообще обожают женские конкурсы красоты. Вот, кстати, огромное интервью с мисс УИС. УИС – это уголовно-исполнительная система. Конкретно эта мисс выступала в образе темного ангела. А вот в Мурманске сотрудница отдела конвоирования Анна Петрова стала областной королевой красоты. Он, кстати, отлично называется «Миссис и мисс Великая Русь». Мисс Великая Русь. Сотрудница конвойной службы представила на суд зрителей сценку «Вечер в Париже». По итогам конкурса Петровой был присужден титул «Королева роскоши». Честное слово, они все это там сами пишут. А вот ужасный скандал в астраханском УФСИН. Внимание! Ввиду нечестности участниц, при проведении конкурса «Мисс Краса УФСИН-21» придет решение итоги не подводить. Что такое? Что случилось? Народ довольно интеллигентно спрашивает в комментах. Интрига? Ответ, как всегда, в АФСИН. Отвечает пресс-служба, некая Юлия Савина. Ну а сейчас вот УФСИН не виноват. Хотя сами же опубликовали, как президент Татарстана вручил награду сотруднице УФСИН и сказал, что женщины – наш главный стимул достижения поставленных целей. Ну и задача женщины – вдохновлять мужчин на выполнение поставленных целей. А что женщина – друг человека, не сказал, забыл. Шайтан. Дальше серьезно, дети. Если Россия станет нормальной страной при их жизни, они, конечно, будут судиться с нынешними дядями и тетями. Вот это все, конечно, что устраивает ВСИН в детских садах, это самая настоящая нравственная педофилия, надругательство над детской душой. Посмотрите картинки. Детские сады по всей стране. Дошкольники принимают присягу в верности уголовной исполнительной системе. На этом месте я, конечно, пытаюсь что-то написать, что так нельзя. Вот мои комменты. Но ответ понятен. Это ВСИН. Там хамят и банят. Но детей надо спасать. Но будем справедливы. Иногда встречается и другое. Вот парень из Кемерово, сотрудник ИК-22, Александр Шеляпов. Спас ребенка. Выточил бездыханного из покореженной в ДТП машины и успел доехать с ним до больницы. Ну молодец. Всегда лайк поставлю и перепощу. Хорошие люди везде есть. И вот текст про это. Он нормальный. Нормально написали. Значит, могут. Я вот думаю, может, они нас так троллят. Может, они образованные, интеллигентные люди, засланные к нам гуздепом. Устраивают турниры по метанию валенка, изготовлению вкладышей в калоши и проведение конкурса преображения зонушка. Ну что ж, это умно и очень коварно. И еще хорошо, если они от гуздепа, а не с Марса. Не пускайте их в детские сады. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...